итак всем большой приветик мои хорошие у меня такой творческий бардак это моя кровать здесь обычно проходит основное мое действие когда я выкладываю видео редактирую видео психую ругаюсь с кем это место встреч знаете у меня еще такие велюровые классные штанишки мягкие а вот так вот хочу поехать таком сочетании сейчас на холм я же выключился чудом цвет горит ну ладно у меня обновляется макбук не бойтесь это буду отвечать на ваши вопросы же должен приехать макдональдс еще вы не любите как когда я ем поэтому и я сама люблю под видосики кушать так что я кто куда а я по съебам но сначала конечно я поотвечаю на ваши вопросики мы начинаем марсель хочешь сюда ко мне я не знала что он так умеет делать я до сих пор не научилась пользоваться макбуком купил все просто железо марсель хочешь сюда пойдешь а лучше надо он будет провода жрать и этом сосалки мои эти как они называются шпюди будет облизывать он еще алкоголь любит это вообще треш я в шоке была он от воды в нос воротит а от алкоголя вот так вот на вино в особенности на шампанское точнее прям он без них пердит так нормально стесняюсь тонать при кексе норм не хочешь не делает такие смешные вопросы я уже очень хочу знать что у него на душе он говорит что не любит но что ты хочешь как как смысле что у него на душе душе в принципе не существует мы это курочка мы это нежная если ты веришь существование души значит ты недостаточно умный человек души нет просто не существует душу придумали есть понятие мозг и все и человек может быть эмпатичным добрым да там злым и так далее это уже как вот характеристики а души нет то что человек тебе говорит он так и думает по крайней мере поступает так как считать нужным если он тебе говорит что мне нравишься это не значит что он он может принципе думать что ты ему наоборот нравишься но какой в этом толк если тебе человек сказал что мне не нравишься какая разница что он там думает это как знаете девушки находят оправдание мужчины тоже там абьюзу в семье своим девушкам парням абьюзером токсиком типа он там был под влиянием эмоций он не хотел этого говорить но сказал же и здесь тоже самое я очень хочу знать что у него на душе он говорит что не любит он тебе говорит что не любит все что ты хочешь еще узнать ты думаешь он как-то типа поменяет свое мышление и скажет что это не так нет он будет вот так вот всегда считать ну по крайней мере он считает даже если он тебя любит но об этом можно безусловно очень долго разговаривать да и про сейчас засмотрелась это реклама отпуск где валя карнавал этот фильм снималась даже интересно будет посмотреть как тиктокеры играют в фильмах прям интересно короче говоря хорошие не забивай себе голову я вас учу тому что нужно решать все по факту и разговаривать с человеком спрашивать я тебе нравлюсь вам человеку рида и нет я нужна тебе да нет разговаривайте что-то там додумывать придумывать это полный бред так нельзя это не надо делать я тоже знаю что могу себе много чего придумывать ты можешь сейчас сесть и подумать блин уже не вот меня не знает но может быть глубине души она знает моем существование и может быть я и нравлюсь и также любой мужик который со мной элементарно да вот общается может также думать любля на меня отвечает так быстро муж я и реально нравлюсь глубине души я думаю я и нравлюсь хотя мне вообще все равно я всем быстро отвечаю нужно разговаривать никакие там вот эти телесные прикосновения могут быть реально случайны у меня был чувак который меня влюбился потому что ему казалось я блять не флиртую а мы когда гулять ходили мне было очень интересно с ним гулять то что он очень умный чувак и я не думала что он меня влюблен вообще ну и как бы ну типа он же мне не нравится и как повода не было ну и вообще не знаю но мне не нравился если мне кто-то нравится я сразу быстро в отношении флирт и так далее а тут ну вообще мне чувак не нравился и он такой типа я мы часто дотрагиваюсь друг до друга руками на то что я вот например в обществе когда иду гуляю я вот так человеку ближе с кем я общаюсь становлюсь не знаю почему так происходит из-за этого иногда столкновение у меня происходят с людьми на происходило вам не были друзья вот ну и он видимо из-за этих ситуаций что я просто к нему поближе типа мне комфортно и под ручку мы могли взять друг друга но это было так типа ну никакого флирта просто блин ну просто мне с тобой комфортно типа ты мой друг я хочу на тебя положиться и все типа я тебе доверяю я хочу чтобы вот когда ты рядом не спокойно и вот так но не в любовном плане он прям реально все так воспринял поэтому надо разговаривать как ты научилась стильно одеваться со временем не сразу пришло со временем с количеством одежды с умением покупать правильную одежду вот и кстати вот у меня была подруга да и она мне говорила у тебя так мало базовых вещей эти снова все ярко и я и объясняла я грузой я не люблю носить по одному по несколько раз одни и те же вещи максимум я могу их поносить год и в очень редких случаях долгое достаточно время в основном он уйти продолжать носить больше года в редких случаях да ёб твою мать что меня пугаешь то и в основном это просто ситуации были раньше моей вот этой желобины да и я просто детям отдала вещи которые я не ношу которым детям которым нужнее да и ну клёвые шмотки то я же не говно какой-то отдаю опрос шмотки которые до можете брала их два-три года назад но одевал один раз и не тупо мне веселье потому что жлобилась то есть я все качественно отдаю вот я к чему к тому что ты должна понять вот какие вещи тебе нравится какие цвета покупайте всегда то что нравится пускай это не в моде моды это тоже такая штука непостоянная и нужно носить то что нравится то в чем тебе комфортно очень важный момент одевать то в чем тебе удобно а если это неудобно то пускай это то что будет тебе удовольствие доставлять тем что тебя облегает любом случае комфорт это не то что ты носишь оверсайз ли такая типа комфортно комфорт и когда ты себя чувствуешь уверенно вещи какой-либо или в вещах то есть это и есть комфорт они как многие думают что тип оверсайз это обязательно комфорт для кого-то оверсайз это вообще не комфорт и тут отсылка еще раз говорю к тому чтобы вам вы чувствовали себя офигенно в одежде мне кстати почему-то и вот эти очки жмут вот здесь у меня начинает болеть голова пока сниму их взаимные симпатии мне 16 ему 19 в чувствах друг другу признаться не можем что делать по моему этот вопрос я отвечала вчера в инстаграме ну что что ой 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 тут это переписки мои ну как что делать нужно блин это во первых я считаю что мужик которому 19 лет понимают что с тобой пошпехаться не получится ты маленькая во вторых он понимает что ты не доросла до каких-то чувств которые будут через шпех потом все это типа будет перетекать во что-то большее в любовь типа тебя не отпустят с ним куда-то поехать его могут посадить из-за тебя может быть он любит там что-то жесткое в еблинге вот он те как ебнет и ты такая пойдешь ментовку на него напишешь ну короче мальчик просто за свою попку переживает это нормально редко бывают адекватные случаи когда мужику даже 24 а ей 16 допустим и редко там действительно чувство взаимные чувства и мужик адекватные девочка ну просто это уже вот понятие типа для меня до 18 лет ты девочка маленькая вот серьезная 18 лет к нам не исполнилось вообще не одупляла шум не 18 у меня было так ощущение что мне еще блин 14 ну о чем речь если в 13 14 лет я по двору ходила с коляской с игрушкой а потом лет в 15 помыли они не 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 11 12 я катала коляску с 13 по 15 лет я еще с игрушками играла это была моя тайна но типа ребят это странно откуда у вас такой вот тоже влечение к партнеру для меня это странно любовь какая-то вот сейчас мне 20 лет я до сих пор этому не придаю какое-то огромное значение потому что ну любовь это то что будет у всех это то что есть всегда и человека найти максимально просто чтобы пошпехаться по встречаться другой вопрос найти человека отношения строить семью но это другое вы что хотите семью детей уже в 20 лет ну извините вы не кали дженнер миллиардерша да это когда она залетела сторми да она там еще типа продумала она еще не было миллиардерша еще столько денег не зарабатывал уже хорошо зарабатывала но не столько вот как сейчас да как у ее смотивировал ребенок все так провернули что это и хайп и так далее короче я к тому что зачем об этом думать и вы должны задаться вопросом это ненормально когда тебе 16 19 вот это флирт но это странно максимально я не встречал ни одного адекватного мужика которому 19 который хочет реально серьезных отношений может деревня в какой-нибудь это где скорее всего баба пускает носят ведра и так далее вот где нужен феминист феминистки приздуйте в деревню реально лечите обосрешей я к чему к тому что девочки и мальчики нужно думать о перспективе вы у вас сейчас вот это твои 16 годиков ты подумай ты в шарагу пойдешь или в институт прострой свое будущее проанализируешь что ты можешь сделать для своего будущего может быть ты куда-нибудь хочешь поступить чем заниматься ты будешь где ты будешь деньги зарабатывать это жизнь это нормальное мышление человека который живет на земле родиться потусить работать выйти замуж жениться родить детей умереть это в принципе самый типичный цикл жизни на земле ну либо самый вот тот который у всех цикл жизни это родиться то есть ну родиться учиться тусить потом чего зарабатывать деньги и умереть самый вот у всех такой цикл все когда они зарабатывали деньги отдыхали и веселились ну и соответственно учились до чему-то хотя бы не обязательно в институте я к чему к тому что ты сейчас проще вот ты как-то прям я честно не понимаю это реально очень странная штука типа чувство любой вот и потом так страдаете многие сбрасываются откуда-то девочки тоже из-за этого но это странно что ему 19 вот возвращаемся да а тебе 16 очень странное явление если он реально адекватный чувак который переживает за свою попу и понимаешь что он маленький что ему пока ему что семья брак вы будете строить семью брак серьезные отношения чтобы он там ее ответственность за тебя брал и там он и к тебе чуть-чуть чуть-чуть подарки дорогие дарил нет но значит тогда и все типа он понимает значит ты можешь на него и настучать он может тебя и кинуть и так далее нету серьезные отношения только если у нас перспектива семья вот тогда будут серьезные отношения вот тогда вы можете на что-то рассчитывать и вот тогда уже можно говорить о каких-то какой-то там любви я каких-то там чувствах а до этого пока вы просто встречаетесь ну может быть там планируете что-то на будущее но я сейчас не об этом ребят вы неправильно мыслите вы все вы мыслите очень отстойно и неправильно потому что еще раз говорю вы мутите только чтобы шпехаться тусить сосаться вам нравится человек и не нужно говорить я тебя люблю а ты меня любишь это 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 тупизм просто максимальный вы просто мутите про любовь можно говорить когда вы в браке когда вы уже в лет пять вместе вот это уже любовь это уже и стабильность уже можно говорить о каких-то высоких чувствах потому что вы там переживали тяжелые моменты вместе и вот этот семейный семейной жизни другое это не то что вы переживаете там моменты когда вы встречаетесь семейная жизнь это блять рутина когда ты каждый день видишь человека ты его не убиваешь что потому что любишь вот это любовь понимаете когда ты просто нюхаешь его пердешь блять убираешь не излишне на него за то что он ребенка забыл отвезти в детский сад или забрать со школы или забыл там проебал работу денег нет сидит за телеком пузо чешут хотя ты попросил его посуду помыть и ты его не хочешь отхуярить вот это любовь когда ты жертвуешь нервами эмоциями ради человека чтобы поговорить обсудить проблему выяснить причины и следствия и продолжаешь при этом находиться рядом с человеком не потому что опять же здесь жертвенность не в плане жертва такая что вот типа блять не так тяжело да когда он вас пиздит мужик нет а жертвенность это сами по себе отношения является жертвенностью то есть когда ты уступаешь человеку когда ты уже не эгоист который вот один до был и все себе позволял как я сейчас и кушать что хочу ездить ехать куда хочу а когда человек те горит блин ну давай поедем там на украину куришь я хочу в турцию те горит ну пожалуйста поехали там к моим родителям а то вот блять не хочешь ты понимаешь что человек тебе уже уступал и не раз пора и тебе уступить и ты тоже как бы не ты мне я тебе ты мне я тебя вот в каком плане жертвенность я сейчас каждое слово поясняю чтобы меня не доебаться было поэтому все ваши вот эти отношения это смешно для меня вот серьезно у меня были отношения вы тоже я вот такая красивая пара и мне тоже мой бывший говорила семья у нас будет и дети будут и мы вместе жить будем а когда я сказала мать а ты в курсе что за квартиру платить нужно честно вот мне смешно опять вот опять же было я прямо угорала когда он сказал что за квартиру платить надо игры не дать это не надо ну смешно ты чё дурачок что ли блять конечно нужно платить за квартиру вот что такое отношение ребят ношение серьезно это сложно это не детские вот эти шалости он не в любви не признался так далее я не говорю что вы должны типа как-то обесценивать любовь вот в этом подростковом возрасте влюбляетесь встречаетесь но не нужно это так воспринимать все близко к сердцу и не нужно мутить с человеком которому 19 который адекватно понимать что он может тебя и это и ты на него напишешь заявление пожалейте мальчика встречайтесь с ровесниками мне не интересно ну слушайте блять не интересно вам но ищите понимаете меньше 18 тебе мальчику или девочки тебе и ты встречаешься с человеком которому больше 18 это уже педофилия вот и все это уже растление это уже статья автоматически и насрать к этому вас любовь и так далее он мог пойдет твоя настучит на него его посадят и все найдете сказать ёбнутой мамашки найдут сказать не надо думайте о перспективе чокуда торопитесь это блять мне спрашивают немногие уже в 20 лет у меня и знакомые замуж тоже выходят у меня просто бомбит ну это вообще пипец кукух поехала у них какой 20 лет замуж вы чего еще вся жизнь впереди ребенок это время это применяет какашки убирать воняет ты еще не нагулялась ты хочешь потусить поездить куда-то и это тоже про путешествие многие тоже неправильно воспринимают путешествие надо так обычно как сигарет путешествие в том плане что ты блять можешь сорваться куда угодно пока у тебя нет ребенка ты вот можешь быть легко на подъем моя мама раньше была легка на подъем плюс моя бабушка помогала со мной эту сила и моя мама могла блять и в 5 утра подружки позвонят скажет ой летим нахуй это не знаю куда там лос-анджелес допустим полетели все там в девять утра вы ли давай собирайся едем и все она поедет а сейчас вот у вас ребенок вам даже скажи на речку поехать вы будете блять с кем его оставить мужу еду приготовить или даже если у вас не так не так сюда типа вы не готовите и так далее или просто а зачем тогда просто вот тоже жениться брак зачем просто так брак брак создается для комфортного рождения детей когда у вас совместное имущество это гарант того что если у вас брачный договор что потом при разводе если он изменит или какие-то еще ситуации вы решите развестись что у тебя что-то останется у него вот для чего нужен брак это твой гарант того что ты не останешься с голой жопой как в отношении да мало ли что он тебе дарил или ты ему это же все не зарегистрировано у нотариуса но ты реально это не заверено значит блять если он к тебе придет скажет возвращай мне все золото которое эти дарил скажешь пошел ты нахуй блять а вот так уже не скажешь браке когда дети да если мужик долбоеб как мой биологический отец мама взяла на него заявление написала чтобы алименты платье это а так бы канула так он это два раза в них поплатил блять два месяца три тысячи блять ни в чем все . не отказывай на рукой давно давно было ну короче я к тому что ребят вы меня поняли все дальше были ли задержки после защищенного кекса да у меня была задержка после первого раза на две недели ну вот когда у меня первый секс был у меня была задержка на две недели но чувствовала себя потрясающе знаешь эти женщины делать если отец долбоеб который унижает каждый раз это свойственно мужчинам умственно отсталым да и вообще аборигеном блять потому что даже аборигены будут поадекватнее когда к ним приходит вот даст социальный человек это мужчины которые вот обратите внимание вот знаете все идет о семье поведение отцов влияет потом на поведение детей с полом в котором вот проблемы в семье с отцом то на мальчиков отразиться неважно даже если мальчик в семье то он все равно будет боковать потом на мужчин вот нового случая будут предпочтение женщины может под каблуком быть и так далее короче так я к чему обрати внимание как этот батя блять твой ведет себя с мамой скорее он ее хуярит унижает вот там лежит жопу чешет пердит да ну и как бы на тебя тоже срывается я вообще искренне почему еще кстати не поддерживаю браке вот потому что такая хуйня может произойти мужчину выбирать сложно поэтому я считаю что я слишком люблю знаете свои детей чтоб сейчас их рожать от моего бывшего допустим да или выходить сейчас замуж закон долбика блять с которым я буду вместе знакомы иногда и всей жизни не хватает чтобы познать человека вот дети это серьезно блять так вот чтобы вот так вот дети не страдали потом мне вот такие вопросы не писали я тоже очень сильно страдала из того что у меня первый токсик был отец потому что я не понимала почему у него такая агрессия на всех почему человек если ты с ним вступаешь в разговор не может спокойно разговаривать начинает орать ну типа я не такой человек я не буду орать я буду орать только блять если меня не слышат вот меня прям бесить начинала когда у меня вот была бывшая подруга и когда она по факту обосралась и она это отрицала ей уже блять минут двадцать приводила аргументы она меня не слышал имеет уже выписала блять играть им блять меня слышишь вот просто я уже начала орать игре ты сука меня слышишь говоря реально тупой человек я просто уже у нервы не выдерживают реально когда плюс тебе человек дорог я и не оправдываю свою агрессию мы сейчас не обо мне я к тому что я не понимала без агрессии вообще нет основное основание и вообще не стоит никогда до в действие внедрять но все равно все мы блять люди у всех есть вот этот клапан до который может сорваться с места у кого-то кто-то год может терпеть месяц день час минуту и так далее у каждого своя вот тут до степень кипения степени вспыльчивости блять до какого момента можно дойти ну вот опять же не оправдываю просто объясняю что к сожалению это ну вот у всех людей такое бывает у каждого человека по крайней мере раз жизни такое было так вот я не понимала типа почему он так агрессирует а просто у человека жизнь не сложилось вообще все он обосрался по факту я сейчас свою историю тебе рассказывать что все легче стало мне вообще изначально отец не хотел меня прикиньте он хотел мальчика блять и когда мама сказала что вот типа девочка блять и родилась он даже не приехала и встречать утро дому антическо лежала так на диване как мне тете рассказывать и такой пиздец у меня траур у меня дочь и родилась блять я когда это узнала сначала поржала и думаю пиздец она типа долбоеб такой охуенно у меня проебал а потом по пьяни я набухалась вот как раз я дружила с трофимом и у меня так клапан с этого сорвало пиздец я начала реветь это было уже степени вот этот градус повышен я начала реветь что я нежеланный ребенок из-за этого у меня были и какие-то вспышки что типа меня не хотели то что на борт хотел чтобы мама сделала маме же 16 было но мама такая не говорит чуть дурак что ли и вообще изначально там так все вообще короче вся проблема из-за него потому что мама всегда говорила средства контрацепция он чувство не те ощущения и вот получилось я блять ощущение нити короче ну дебил в чем прикол и вот человек всегда вот орал блять и так далее не обращай нахуй на него внимание вот не обращай на долбоебов внимание у моего отца тоже жизнь там не очень что его мать отдавала всю любовь это из его сестре родной младше его всю любовь мне идет и это пиздючка блять моя тетя с которой я не общаюсь с ними она могла вот как он не рассказывал суп разлить специально субложку там бросить на пол и не знаю а это же совхоз времена ссср и вот моя прабабушка по биологическому отцу подходила и она говорит это чё ты блять типа сделал он такой нет это не я это вот она типа сделала и она ему могла отхуярить за это блять вот откуда у человека агрессия из дома постоянно он сбегал потому что его не понимали не любили может поэтому он и баб перебирал нет вот этой любви к женщинам потому что и и она сейчас вот тоже но не знаю как сейчас мы я с ними уже два или три года не контактирую я замечала как она у тетю тетю к нему тетю он надо отебись от меня иди нахуй ну потому что блять лицемерка ёбаная близнецы по знаку короче это я опять же не стоит оправдывать его токсичность но вот откуда вытекают все проблемы ты крутого его отца ты чтобы тебе легче было того что он на тебя орёт пока ты тебе нет 18 или там еще по каким-то причинам ты с ними живешь найди причины его поведение у матери спросил его матери да у своей у его матери может кто-то знает причины у него в крайнем случае поговорить с ним почему он так себя ведет потому что агрессии на агрессию отвечать это бессмысленно поэтому беседовать нужно тоже пойми вот что такое почему так происходит ой сегодня я думаю достаточно видосик был такой душевный да мои хорошие ну ладно давайте еще один вопрос как привлечь внимание парня вот постоянно мне один и тот же вопрос задаете девочки если только вы в его вкусе и достаточно для него харизматичны если вы соответствуете его критериям красоты вот и все всем пока